Так, 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 и все улыбаемся. Дальше. Ждем музыку, когда начнется. Вон туда, вон туда, вон туда надеялись. Все. Семья. Рождение этой ценности по-настоящему понимаешь с годами. Конечно, бывает непросто. И даже порой кажется, что выхода не существует. Но если вспомнить о главном, то в улыбке собственного ребенка можно увидеть долгожданное солнце. Мама, солнышко мое, я пошел месить ее. Все ваше сила быть, нам очку фарел убить. Девять утра в Москве, утро доброе. Вы смотрите канал Россия 24. В ближайшие два часа я, Екатерина Гринчевская, и мои коллеги расскажем вам о самых... Булат, пойдем чай пить. Я врач и кушев, я не говорю. Мне уже 70 лет. Стаж моей работы приближается к 50 годам. Вся моя медицинская деятельность состоялась благодаря моей семье. То есть сын и муж у меня являются одновременно как членами моей семьи, и в то же время они мои коллеги, можно так сказать, в полном смысле этого слова. Я все уберу давай. Я уберу. В те годы у нас было 25-30 родов за сутки. Я уезжала ночью на дежурство по вызову, и супруг меня никогда ночью не отпускал одну. Ну и вот он сидел в машине до утра, хотя утром уже нужно было заниматься сыном и своей работой. И вот он тоже дежурил, получается. То есть мы вместе, так, 69-й, ну, уже 42 года, получается. Вот эту клинику создали нам наши же подопечные. Это бывшие пациенты, которые вот вложились в это дело. Строили вот под наши идеи, может быть. Я, наверное, ощущаю вот врачом в полном смысле этого слова. Во всех отношениях. То есть не только в медицине, а вот во всех отношениях. Мое счастье в чем сейчас? В том, что, во-первых, мы имеем вот такую клинику. Во-вторых, я работаю творчески. Да, Наташа? Вот эта вот отдача, которую мы отдаем, она потом все равно возвращает. Обязательно возвращает вот все, что мы отдали. Ладно, не переживай. Давай. Нет никаких проблем. Любая тревожная проблема – это моя проблема. пациентами надо говорить. Их надо слышать, их надо видеть. беременность – это дар судьбы. Это дар семье, понимаете? И там, где нет в этом проблем, это великое счастье. Но им не дорожат. Собор там, конечно, шутить нельзя. Это ломает все. Вот. И характер, и чувства. И, в общем-то, наступает время, когда за это приходится рассчитываться. Поэтому моя всегда задача была по возможности, если это возможно, отговорить женщину от прерывания беременности. Все. Тогда до встречи. Пока. Среди моих вот этих подопечных достаточно людей, которые мы сумели преодолеть вот это. И они родили, они счастливы. Малыш, срок эмбриональный – 12-13 недель. Мне всегда хочется, чтобы вы почувствовали себя беременной женщиной. Были достаточно много случаев, когда я чуть ли не на коленях умоляла, прерывали, а через 3-5 лет мы возвращались к лечению этого вот бесплодного брака. Только нужно приостановить их немножечко. И вот, когда проходит вот этот период, когда уже нельзя сделать аборт, потом все они сами внутри себя благодарны, что они сумели. Но им надо помочь. Я им помогаю там в плане препаратов, лечения, там, ну, бытовые такие какие-нибудь. Вот наши врачи там собирают вещи. То есть мы это стараемся делать. Каждая вот эта история, может быть, оставляет зазубринки и у врача. Я не то что сочувствую, я просто переживаю с ними. Значит, папки – это наша память, можно так сказать. Это те жизни, которые вот прошли. На сегодняшний день их где-то 6,5 тысяч. Это вот только то, что у меня зафиксировано. Достаточно открыть вот историю, и вся жизнь вот этих людей вот как бы выплывает. Ну, вот передо мной папку, которая номер там, допустим, 1900. Начало этой обращения до пациента. Вот 2000. То есть я с ней встречалась 10 лет тому назад. Но вот здесь вот эту беременность, они ее хотели прервать. Прервать по здоровью. Ну, кто-то им там сказал, что вот сначала вылечиться надо, потом это. Ну, и там присоединилось много бытовых таких дел. Ну, вот мы с ней остановились и все-таки правильно сделали. Сейчас у них двое детей. Прекрасные дети. Вот этого никогда не вернешь. Я, к сожалению, вот была только однажды в этом. И до сих пор с трепетом помню о своих чувствах. Это было нечто. Я все время ходила в состоянии эйфории. Хотя я и работала, я ушла с операционной 32 недели. То есть, в общем-то, когда уже нельзя было стоять за столом. И мне это было, это было такие счастливые минуты. Ну, и были те же самые проблемы, которыми занимаюсь и у меня тоже. Как у врача. Потому что мы работали как шахтеры, наверное. Потому что оперировать, рожать, не жить дома, большие стрессовые ситуации, кровотечения, сложные роды, иногда уход пациентов. Это все сказалось на здоровье, конечно. И, к сожалению, у меня оказался один ребенок. Вот. Ему сейчас вот тоже 40 лет. И, ну, он, конечно, имеет двух своих дочек. Время жестокое, оно быстротечное, конечно. Было время помедленнее. Ну, я когда-то себе в возрасте 60 лет дала задание, что я буду отчитывать время назад. Прабабушке сейчас 84 года. Маме уже за 50. То есть бабушке. Маме 30 лет. И родилась внучка, так, Каринка. Ей сейчас 14 лет. Ну, вот мне дано задание родить у нее двух детей. Вот мои планы. Жить надо вместе с пациентами. Наверное, так. Иногда, чтобы чувствовать себя счастливым, достаточно видеть продолжение дня. Дня, который дарит радость общения, тепло, уюта и любви. Всего того, что дает нам семья. Светлой музыкой вся улица полна. Открывайте решение двери. Просыпайтесь, птицы, звери. Открывала твоя зимушка зима. Забыли мы, простужи, старинам совсем не нужны. Холод и немая тишина. Зимний холод и немая тишина. Это музыка, как вечная вода. С нею нам не будет скучно никогда. Да, мелодия посюду. Вместе с ней петь я буду. Эту музыку запомнил нам всегда. Открывайте решение двери. Просыпайтесь, птицы, звери. Открывала твоя зимушка зима. Забыли мы, простужи, старинам совсем не нужны. Холод и немая тишина. Зимний холод и зимая тишина. Зимний холод и немая тишина. Зимний холод поделение. Зимний холод и немая тишина. Продолжение следует...